Знаешь, что я могу вспомнить о проповании? Сплошная пустота, какие-то разочарования, предательство друзей, учителя обижали, еще что-то. Ты понимаешь, что ты как в 8 месяц слепой котенок, возишься чего-то там, и все не туда попадаешь, все не туда угадываешь. И такое сплошное казус. Вся жизнь, это сплошное казус. То авария, то родила без брака, то он погиб, Анжелике было 10 месяцев. Ты понимаешь, что ты без жилья, ты без работы, ты вообще, ну, хуже нет, казалось, все, вообще, кромешная тьма, казалось, жизнь закончилась, все, пустота сплошная, хотелось повеситься. Никакой жизни, ничего, две недели меня вообще просто вот раз вырубило, я не жила, я не существовала, не ела, не пила, не думала ни о чем, просто рыдала две недели. Казалось, все, жизнь закончилась, ну, о чем мне дальше-то делать, вот знаете, начинаешь вспоминать, а откуда я знаю Бога, а откуда вообще эта жизнь мою пришла, оказывается. Просто вспоминаешь себя маленькую, откуда я молиться умею, вспоминаешь брок, бабушка, мне три года, бабушка, которая мамина, Ксения Ивановна. И ты вспоминаешь разговоры взрослых, надо позвать верующую, чтобы она помолилась, потому что бабушка была верующая, как же без молитвы-то, в советское время, это строго, я не знаю, какими перешоктываниями они нашли эту бабушку, привели. И я помню, она со свечой, сикой, молилась на коленах, я ее помню, у меня в детстве картинка такая стоит. Потом вспоминаю, что я, откуда еще я могла слышать, не знаю вообще о Боге, да я не знаю, там в каком, пятом, шестом классе, бегом домой бежала в четыре, чтобы успеть, мультики там показывали, по первому каналу супер книга «Летающий дом». А в концерт нам всегда призывали к молитве, и вот приключения этого Робика, там, друзей его, и ты понимаешь, что это все по библине, все ситуации там, и это отложилось. Там предлагали выписать литературу, я помню, даже выписывала эти две книжоночки, я их хранила, годы зачитала, в конце тоже молитва, там, покаяние, еще что-то, и ты понимаешь, что это у тебя откладывалось. А вообще решающую роль в моей жизни сыграла моя младшая сестра. Вот когда мне было так туго и так худо, она, по идее, человек такой целеустремленный, и у нее было решение. Она-то уже верующая была, у нас в Шатрово приезжал Грибанов Сергей Владимирович, Женя Трофимов приезжали, и они проводили группу по изучению библии. И если кто-нибудь без пропусков будет ходить, там, сколько-то занятий, и тогда получат на всю библию. Она уже эту библию получила, и покаялась, и папа туда же ходил. И она уже начала проходить курсы МРОС. И мне такая спрашивает, слушай, у меня тут вопрос, я что-то не могу, мне подскажи. Раз вопрос удастся, я говорю, ты ответ знаю. Ну ладно, а ну раз, подумали, приходит в ведомость, что, ну, как об окончании курса, что, как это называется? Ну, свидетельство. Свидетельство, ага. Оценки 4-5. Она такая, слушай, я на 4-5, ты мне подсказываешь, давай ты. Меня так зацепило. Ты-то вообще на пятерки сдашь. Я такая, ну ладно, давай. А чтобы ответить правильно, надо же прочитать. А слово-то оно уже действует. Ну ладно, читаю, сдаю, приходят оценки хорошие. А пойдем в церковь, ну вот туда приезжай, я такая, так, стоп. У меня дома не прибрадно, у меня там не сварено, у меня не постирано, у меня ребенок, я с ней не пойду, потому что она плачет. Потому что, ну, как я буду спирать, я ничего не услышу, и вообще, вот, ты же, вот, ты же вот мазится. Она такая, так, я с мамой договорюсь. А с мамой договориться, это надо дома все переделать. Она у меня все переделает, у мамы все переделает, маме делает вещи, она анжелирку им вручит, все, у меня под мышку и вперед. раз прислушала, два послушала, ну и все нравится, тебе покаяться надо. Я подумала, слово сказать ему, ну вот что, я вообще молиться не умею, вообще никак. Он такая, ты тебе, Сергей Владимирович, поможет, он тебе в молитве, он тебе скажет и только за ней повторять. Я такая, ну ладно, ну она там, она же не отступит вообще, ради нее просто, вот я за ней повторила. Я не помню, что я повторяла. В общем, ну ходила, а потом она такая, а поехали в Шатлинск, там молодежь, ознакомимся, там ночные молитвы, там там это, то. А научиться потом поехала в Шатлинск и вообще меня сюда завернула. Но такой вот переломный момент, это ты понимаешь, что было на собрании, на воскресном, и тогда Зелюс приезжал в гости, и баба Катя переводила, и он призывает в конце собрания. Те, кто хочет покаяться, те, кто слышат вот этот призыв, выйдите вперед, положите друг другу на плечо правую руку, каждый. И тут так вот впереди, я помню, я вот за этим столиком стояла. Тут впереди очень много было народу, и я помню, я положила. И во время молитвы, раз Бог коснулся, у меня такие слезы, Господи, я каюсь, я искренне каюсь, я хочу идти за Тобой, я Тебя хочу узнать. Я хочу другую жизнь, я не хочу больше прошлой жизни, я все хочу по-другому, я хочу вот так, как они говорят, я хочу так, как они живут. Вот тогда пришло действительно мое реальное решение, с этого момента я живу для Господа. Еще два года я шла к крещению, но в эти два года столько чудес, столько свидетельств Бог показал, столько перемен в моем сердце, в моей жизни, вообще в понятии. Это первое из того, что наступило после этого, и мне на упой хотелось читать Слово Божие. Новый завет до боли в глазах, любая там обед на работе, я бегом домой, полчаса свободных, я сижу, читаю, пять минут до работы, я с проходить работу, бегом бросаю, бегу, Господи, прибегаю опять. И вот ты понимаешь, что тебя Слово Божие, вот эту твою густоту, это твое разочарование наполняло, исцеляло, убрал чувство одиночества, молилась прямо об этом, Господи, я ребенок из себя чувствую, я понимаю, что я осознанна для семьи, он берет меня, и так. Пять лет уже верующей была, и вот прямо рыдала просто, Господи, убери это одиночество, я чувствую себя одиночеством, убрал. Я-то всегда с тобой, ты очень много, много ты себя чувствуешь. Даже если вокруг рядом никого нет, я-то с тобой. Вот проговаривать начиналось сердце, удалялось, свидетельство такое было. Анжелика еще в школу не ходила, в садики, анализы что-то мы сдали, у нас животик болит и болит. Почки, почки как, ну, сдали анализы, все проверили, почки как у старого человека, в общем, больная ваша точка, включает их подна в красный треск, говорю, так, ну, я уже больше трех лет, меня в больнице с ней не оставят, мне жить в ней две, я там не знаю никого, можно, вот, ну, я дождусь, пока денег получу, там, отпускные, сна была, и потом поеду, ну, смотрите сами на ваше усмотрение. Ну, ничего не назначили, ничего. Приехала сюда, в Шадринское, на ночной молитве, мы молились, все вместе дружно, наверное, кто там. И потом приезжаю, получила деньги, все. И, ну, врач другой, там, в отпуск ушла, тоже сама, врач-мужчина, такая, ну, вы на нас направляете, ну, направляйте, пожалуйста, в Шадринск, ну, есть же там детская больница, ну, как-то, вот, что-то. Ну, подождите, да с чем я вас отправлю, надо сначала все анализы заново пройти, там, месячные давности, ну, чего вы придумали, давайте все по-новой. Ну, ладно, сдали все по-новой, а там переиздавали на три раза анализы, все равно плохие, одинаково. Ну, там банка грязная, еще что-то, ну, уже все стерильное, все, ну, все плохо. В этот раз сдаем все анализы, вообще. Я прихожу к ним и прочитаю. Ну, вы нас пошлите в Шадринск, у меня-то своя мысль. У меня в Шадринске, у меня знакомые есть, где я позовица-то. Я говорю, да, подождите, женщина, с чем я вас отправлю бездорова? Что вы делали? Чем лечились? Я такая, мы молились. Вот такой, как молились? Ну, у вас вот тут вот же написано там, крова какая-то там, еще я говорю, мы диету только соблюдали, а никаких лекарств, ничего не принимали. Молились, говорю, он в шоке, я в шоке, все, разошлись. И ты понимаешь, что вот она молитва, и это тебя коснулось, это же Бог, это же чудо, это же... Ну как, трижды анализы сдавали, по всем врачам пришли, все больное, стол живет, почки, все плохо. Никаких почек сейчас заработать, слава Богу. Доступничество Бога, вспомню, как отца. Просто жила на съемном жилье, и стали пакости кладить. Потом уже поняла, что пакости стали ладить, потому что молодому человеку отказала в встречах, он верши. Я говорю, за тобой вот девушка сильно бегает, я тебя благословляю, ты идти. Он такой, ладно. А его друг обиделся за мной, что я ему отказала. И стал мне вот лазить там, в бане, лампочку сломают, дрова раскидают, веревку обрежут, там, в огороде что-то на пакости. Вот ты понимаешь, что у меня мелкая пакость, а ты понимаешь, что у тебя собаки нет, и ты одна. И страх какой-то вот, что, ну, там, огородовый солист, и ты можешь. Я говорю, господи, не умели включить такими мелочами, это, ну, вы сможете какое-то заявление, там, жаловаться какого-то смысла, не слушай, господи, вот ты у меня есть, я тебе пожалуюсь, ты меня сохрани. И знаете, я иду через стадион, рядом живой, в магазин, идет молодой человек, а я знаю, что он друг. И идет со сломанной рукой, и мне такой голос, это я за тебя. Вот, ладно, что за меня, господи, да это мне что-то вот, не знаю, какие-то мысли такие вообще, вот ерунда. Я говорю, я за тебя вступился, он мне говорит, я такая, господи, ладно, я с ним поздоровалась, привет, привет, разошлись. Через три года мне вот рукой говорит, а вот помнишь, он рукой-то сломал, вот этот, ну, так это он к тебе лалет. Я такая, а, господи, ну, блин, вот ты мне поднял, сказал, я усомнилась такая. И вот, понимаешь, что отец, всегда осознание такое было, что у нас папка мало скуповать. И родила без его, как бы, согласия, я встречалась с этим человеком, без его согласия. И вообще, он накорчился по этому поводу, и, как бы, обида у него на меня была. И я понимаю, что мне от него ждать нечего, вот, как с юным квартирами уже надоело. И он видит, что меня там уже утомляет, то с одной попросит съехать, то с другой приедет, там, то Света приезжает, то еще что-нибудь. Он такой, слушай, давай, ищи себе квартиру, я, как тебе, 40 тысяч, там, продала свои акции. Я, как тебе, 40, ну, хотя, миденькам, это нормально, одну комнату можно было спить. Ищи, я ищу, там, 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 все, ну, ладно, то болото, то еще что-нибудь. Он такой, ну, вот смотри, перед объявлением газетки, иди, скажи, иди, посмотри. Я такой, как, пошли вместе, смотри, пошел со мной, посмотрела, она запрашивает, 76. Я такая, ну, отец не согласился. Сама Малюси, говорю, господи, ну, ты знаешь, что я уже действительно встала по этим квартирам. Вообще, все, ты, ну, приедешь, сделаешь ремонт, а тебя давай. Он такой, ну, тебе это самое понравилось, все, будешь жить, все, живи, покупай, бери, разобраться. Вообще, вот это для меня было, вообще, вот, открыто его рот в такие, раз, щедрость такая, неслыханная. Потом еще ремонт, по-моему, сделать, еще что-то, и ты понимаешь, что вот без жвя, а вот с жвем, вот без Бога, а вот с Богом, разница. И я приняла решение, я и дома будем служить, у меня дома собиралась группа, и тоже такая ситуация. Собирались сначала все нормально, а потом вдруг стали чувствовать себя обязанными, вдруг там, какие-то неудобства. Да что, каждый раз тебе, ну, тебя стесняют, ничего, не нормально. Я, говорю, посетила вот свой дом, это нехорошо восхищать. Как-то к нам реже стали приезжать, исполняющий данности пастора у нас был Андрей, уехали с Натальей в Москву живой. Ты понимаешь, что вот если не ты, то не кто. Рот открываешь пока, Библию читаешь, все хорошо. Как только закрыл, перестал молиться, говорить о слове, и группа, знаете, деревенская, все начинает собирать. Я говорю, Господи, научи меня, чем я научил, я вообще, я же не знаю, что рассказывать, я сама еще, вот, ну, у младенец, у христианства была такая возможность, Господь отправил учиться. Сложностей тоже много было с работы, отпрашиваться, это все, институт евроазиатский, тоже много дал. Там глубже узнала, была вообще личность, не познакомилась, много всего. Замужество, это вообще отдельная история. Десять лет были с Иваном знакомы, и вообще никак, вообще никак, да? И понимаешь, что Бог тоже работал в своем сердце. Преподавала прагпись «Сожалений» дважды, и трижды эту сессию учила. И только после того Бог сердце поменяла. А так глаза, сердце покоровлено, вообще миром было. Телевидение, мнение других, еще что-то. Нужен мачо. Какой мачо? Вот он, мачо себе. И для меня вот, понимая, что благодать Божья, она многоразлична. Так вот, в каждый момент жизни ты понимаешь, что Бог тебя находил, Бог до тебя достучался, Бог тебя нашел, Бог тебя там... А еще одна ситуация. Отец меня учил бережливости. И рассказывал про свою маму, бабушка моя, тоже Ксения Александровна. Рассказывал, вот она там, у нее в сундуке были единственные сапоги хромовые. Она их начистит на трех подружку, идет, там переобувается, у порога заходит в церковь, потом выходит, обратно их снимает, пылинки сдувало, все обратно придет, все приберет, сундучок. И я такая, ну все, бережливость, бережливость. Буквально два года назад у меня сняла отца, кто уже 10 лет, а мне сняла. А он мне, ну ты что же рассказывал-то, про бабушку-то? Так она куда ходила-то? Так у меня, оказывается, и та и другая бабушка верующая была. А она меня не видела, а она только знала, что на 3 месяца беременности мама была, а она умерла. И ты понимаешь, что люди не были литвенцы, только неверующие были. Ты понимаешь, что возможно твоя жизнь будет сейчас с Богом, только потому, что кто-то когда-то где-то за тебя молился, не знает тебя. Благословляйте свои поколения, будущее, прошлое. Впустите и познайте, как Бог Господь. Слава Господу, за то, что он нашел меня вообще, сохранил жизнь, преобразил. Ты понимаешь, что без Бога никуда. Слава Богу.